Друзья, привет! Меня зовут Дина Пескун и я шью игрушки. Сегодня расскажу, как шила волосатую корову для куклы. Однажды в период застоя, когда у меня не было новых заказов и продаж, я получила сообщение от девушки. Оно было на английском. Мы обсудили котят, которых я шила раньше. Это были маленькие игрушки, всего 6,5 см. Питомцы для кукол типа Блайс. Коллекционеры поймут, существует целая ниша товаров и аксессуаров для кукольного мира. Мы обсудили цену и вдруг она говорит, что очень любит коров и спрашивает, смогу ли я шить для нее корову. Я задумалась и попросила прислать фото, чтобы прикинуть, смогу или нет. Она прислала фото и я решила, да, попробую. Подобрала мех и начала работу. Раскроила и прошила детали. Аккуратно вывернула их наизнанку с помощью различных приспособ. У меня это отвертка и тонкогубцы. Предельно осторожно, чтобы не испортить мех и не переделывать заново деталь. Мех для горной волосатой коровы должен быть длинным и с курчавым ворсом. Когда детали готовы, голова по задумке должна будет вращаться. Для этого возьмем диски и шплинты. Вставляем в голову конструкцию со шплинтом и диском и набиваем плотно опилками. Затем закрепляем голову на туловище, закрутив усики шплинта с помощью тонкогубцев. Проверяем, чтобы голова свободно вращалась вокруг своей оси и набиваем туловище опилками. Потайным швом зашиваю отверстия для набивания. Из-за того, что корова слишком волосатая и ворс лезет из всех мест в кадр, картинка получается вне нормы понимания, что тут вообще происходит. Конечно же, любая работа из дома не обходится без помощников. Продолжаем. Из окружности и шарика синтепона сделала нос. Пришиваю его к голове. Предварительно голову поделила контрастными нитками и отцентровала место для посадки детали на голову. Булавками закрепила нос на лице и пришила его потайным швом по периметру основания. Пощипала мелкие ворсинки. Почистила поверхность носа. Стеклянные глаза подцепила на крепкие капроновые нити и терморучкой отметила место для посадки глаз. Длинной иголкой протянула нити с глазами через голову, чтобы закрепить их потом на затылке. Срезала направляющие нити. Они нам больше не нужны. Главное убедиться, что глаза сидят ровно и их можно утягивать. Делаю несколько узлов. Прячу концы нитей, уводя их через голову. Зашиваю отверстия на затылке потайным швом. Обрезаю лишние концы нитей. Теперь мы имеем голову с глазами на туловище и еще есть лапки. Их необходимо набить, немного подстричь и зашить отверстия для набивания и пришить их к туловищу. Для удобства крепим ноги булавками и пришиваем потайным швом по периметру основания. Ноги есть, уже отлично. Стрижка для придания формы и акриловыми красками будем тонировать кончики лапок и нос. Намечаем булавками уши, пришиваем уши к голове. Далее рога. Их я делаю из проволоки и, внимание, горячего клея. Делаем эскиз и отмеряем нужную длину проволоки. Наносим и распределяем на проволоке клей. Ждем, когда высохнет. Сверяем с эскизом. Акриловыми красками добавляю тон и закрепляю рога, делая их гладко-идеальными, погружая их полностью в акриловый лак. Оставляю на сутки сохнуть. Акриловым лаком также делаю слюнявый нос корове, чтобы он блестел, как у настоящей. Затем подсохшие рога нужно на голову посадить. Булавками я отметила место для рогов. Убираю вспомогательные нитки. Они нам больше не понадобятся. На их место я протягиваю крепкие капроновые нитки. Просто цепляю их за петельку. Понадобится шило и длинная игла. Но сперва я пришью руки на место. Если сделать это позже, то рога будут мешать, и я боюсь их испортить. Руки нужно будет утягивать. Это пуговичный нитяной способ крепления. Он позволяет игрушке потом руками вращать. Это очень удобно для миниатюрных игрушек. Нужно протянуть крепкую нить через деталь руки, через пуговицу и обратно. Упор будет на пуговицу, поэтому нитка должна быть действительно крепкой. Затем протягиваю нить через туловище в районе плеч с помощью длинной иглы. И таким же способом, через пуговицу, захватываю вторую лапку на нить. Нить выводим снова через туловище назад в исходную точку. И здесь нужно применить силу. Лапки необходимо стянуть как можно ближе к телу. Проверяем подвижность. Лапки вращаются вокруг своей оси. Теперь снова рога. Возвращаемся к ним. В намеченных точках делаем шилом прокол. С помощью длинной иглы садим рога на место, протянув нить через голову. Петля, как штырек, должны спрятаться внутри головы. Тянем за нитку. Повторить для второго рога. Концы нити необходимо вывести в общую точку на затылке. Завязать на несколько узелков и спрятать концы внутри головы, расправляя ворс на затылке. Проверяем рога. Со счет акрила и клея они как будто бы прорезинены. Отлично гнутся и им можно придавать форму. Ну все, бочок готов. У него вращается голова, рога сидят надежно и крепко. Он очарователен своей повышенной волосатостью, умеет поднимать ручки. За густой челкой у него есть глаза. Но у него пока нет одежды. Я связала для него микрободи на спицах. Украсила пуговицами и дополнила образ милыми деталями. Немного смягчила его брутальный образ цветочками и горошком. Такая игрушка отлично подойдет как компаньон для вас в кармашек, сумочку или для вашей куклы. Подробный мастер-класс на базе мастер-класса, как сшить мини-котенка, вы найдете в описании ниже. Просто используйте длинноворстный мех и добавьте рога, как я сделала это в этом видео. Благодарю за внимание. Делитесь с друзьями, ставьте лайк и я рада вашей подписке. С уважением, Дина Песхон и Милушки.